Всем-всем доброе время суток. Наконец-то у меня муж занялся каким-то строительством. Вот сделали ступеньки к стоянке. И у него остался цемент, и я использую для того, чтобы сделать вот такие формы. Смотрите. Вот. Вот такие формы из цемента. А делаю я их из, смотрите, чего. Вот я собирала зимой, мы покупали торты, и я оставляла крышечки. Четыре. И теперь я заливаю сюда цемент. И у меня получатся вот такие формы. И ими можно будет, допустим, какой-нибудь цветничок оформить. Вот я заливаю, потрясываю, и оставляю на застывание. Вот у меня всего четыре одинаковых формы. Вот я вчера заливала. Они высохли. Ну, в смысле, они не высохли, они подсохли. Я достала, и сейчас они досушиваются. У меня еще есть, но это совсем другие. Я хочу, чтобы все одинаковые были. Ну, у меня еще остался раствор. Я сейчас попробую сделать валун. Вот я приготовила место, где я буду все это ваять. Я не буду на ней лежать, сушиться. Для того, чтобы сделать валуны, я взяла вот ненужный, ну, слово мусор, пусть вас не шокирует. Но какие-то банки, бутылки пустые. Все, что я собирала, я загадала еще зимой это делать. Я увидела это на канале Дачница-Бездельница. Но там замечательная женщина, Алена. Зайдите, посмотрите, какие она чудеса вытворяет. Никакая она не бездельница. Вот она делает, очищает экологию таким образом. Я тоже хочу так же, как и она, сделать. Для этого мне нужна вот куча тряпок ненужных. Из-за моей собрала все тряпки, какие ненужные. Тут даже и шорты есть, и какие-то полотенца. В общем, все, что нашла ненужное, все собрала. И сейчас буду делать, сейчас сделаю раствор такой, чтобы можно было тряпку смочить. И буду оборачивать вот эти мои заготовочки. Показывать у меня нет штатива ничего со стороны установить. Для этого нужны перчатки. Но я не думала, что мне сегодня повезет и останется раствор у мужа. Я не взяла перчатки. Вот нашла одну такую. С туалета взяла. И с крюгера, вот вторую. Буду использовать эти перчатки для безопасности рук. Ну, результат я вам покажу. Ну и потом хочу убрать телефон, чтобы, не дай бог, не уронить его в раствор. Так, вот три камешка я обернула тряпками смоченными. В цементе они высохнут. Потом сверху будет еще накладываться цемент. Самая большая проблема в этом деле, конечно, тряпки. Потому что можно... Вот здесь у меня завернуты вообще дрова. Доски ненужные. Дело идет все. Старые халаты, ненужные простыни. То, что люди называют расхламление и выбрасывают. Мы из ненужного на выброс вещей из ненужных будем делать что-нибудь для себя нужное. Решила продолжить видео, так как видео о работе с цементом, как я делаю волны. Ну, и решила показать, чем я дома занимаюсь. Это вот, не пугайтесь, у меня на подоконнике такое безобразие. Я освобождаю шкафы. Когда даже мы начнем ремонт делать, пока я только шкафы освобождаю. Вот, составила все сюда на подоконнике. И хочу показать, как я сделала бутылочку для Людмилы. Вот участок красивый, который я показывала. Она делает сама вино из Изабеллы. Я пила вкусное вино. Я для нее решила сделать бутылочку. Кому интересно, посмотрите. Ну, тут все просто. Сначала бутылку обязательно обезжирить надо. Я обезжириваю отстоном. Сейчас у меня отстон закончился. Средством для снятия лака обезжириваю. Теперь вот эту среднюю часть я покрашу белой акриловой краской. У меня есть и акриловая краска, и вот немножко осталось эмали. Акриловой. Радиаторная эмаль называется. Она тоже акриловая. Красить буду в два слоя губкой. Бутылочка покрашена и просохла. И я здесь уже наметала какую-нибудь салфетку, так как бутылка для вина. И виноградная лоза будет здесь очень даже кстати. Клею, как всегда, на обычный клей ПВА. Салфетка высохла. Я ее покрыла уже акриловым лаком. И теперь буду вот таким жгутом беру коджутулю. Вот такой веревочкой из экспрайса. Украшать часть низа, часть вверх. Сейчас я примерю, какая сюда лучше пойдет. Бежевая или зеленая. И на свече я буду ее обжигать. Не потом, когда уже изделие будет. Потому что смотрите, какая лохматая вся. Если получится, я сейчас покажу, как я ее обжигаю. Я уже как-то показывала, когда чайник делала, как я обжигаю. Может кому пригодится. Вот очень удобно. Вот так, через свечку протаскиваем. Вот ворсинки ненужные сгорают. И потом ненужной тряпочкой взять вот так. И протащить. Получается совершенно чистая, без ворсинок. Жгут чистый получается. Потому что когда наклеиваешь на бутылку, все эти волосики, не только на бутылку на изделие, все эти волосики, они мешают. И сейчас я так всю веревку сделаю. Сделаю бежевую и зеленую. Потом уже покажу, вам готовое изделие. Можно в эту сторону протаскивать, чтобы через всю не тащить веревку. Потому что она же уже длинная становится. Вот на такой клей буду клеить. Ну вот, бутылочка готова. Сделаю снизу жгут, сверху жгут и крышечку. Пробку. Пробка обычная. Как свина пробка, просто зеленым жгутом ее сделала. И немножко вот так золотом покрыла. Бутылка рабочая. В нее вино можно наливать домашнее. Отделочка незамысловатая. Такая простенькая. Все лаком покрыла. И жгут, и все вместе покрыла. И вот такая, ну, кто помнит, я делала коробочку такую. Я в нее собираю крышки. Вы эти пробки одеваю сверху. Соленого теста. Внаград. Тоже такой же салфеткой оклеена. Коробочка. Получился такой комплект. Комплект. Субтитры сделал DimaTorzok